Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Вас приветствует информационная служба Вектор ТВ. В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Предприятие Новополоцка, СГТранс и нефтезавод «Монтаж» – лучшие в Витебской области по организации работы в области охраны труда. Учреждения спорта Новополоцка готовы к новому сезону. Оценка проделанной работы на объектах в летний период дана комиссионно. Выездное заседание Президиума Новополоцкого городского совета депутатов состоялось на базе городских школ искусств. В Новополоцке подводят итоги республиканской акции МЧС «Каникулы без дыма и огня». Подробнее обо всем далее. В новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования, заявил на заседании коллегии Министерства образования об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования министр образования Игорь Карпенко, передает Белорусское телеграфное агентство. Необходимо улучшить материально-техническую базу многих учреждений образования. В частности, наше беспокоство вызывает обеспеченность школ спортинвентарем. На сегодняшний день обеспеченность инвентарем по легкой атлетике и лыжам составляет 72%, отметил Игорь Карпенко. Аналогичная ситуация с базой компьютеров для проведения уроков информатики. В прошедшем учебном году 27% компьютеров, которые использовались в образовательном процессе, были со сроком эксплуатации более 10 лет. В Министерстве образования этому вопросу уже уделяется серьезное внимание. Организованы централизованные закупки средств обучения, оборудования и мультибордов для школ, добавил министр. Если мы говорим о повышении качества образования, то здесь много слагаемых. Начиная от подготовки педагогических кадров, их методической грамотности, профессиональной компетентности, заканчивая в целом организацией образовательного процесса в каждом конкретном учебном заведении. Как составлено расписание, как рационально используется учебное время, насколько грамотно все это выстроено, как сочетаются обязательные занятия с факультативными, сказал Игорь Карпенко. По его словам, поэтапное обновление содержание общего среднего образования осуществляется в стране с 2015-2016 учебного года. В результате качественно обновлены стандарты, учебные планы и программы, учебники и учебно-методические пособия. И эта работа будет продолжена, отметил министр. В новом учебном году за парты сядут 1 миллион 30 тысяч учащихся, из них 115 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Планируется открыть 8 школ новостроек, всего будут функционировать 3003 школы. Обновление с акцентом на безопасность. Спортивные школы Новополоцка готовы к новому учебному году. Оценка, проделанной в летний сезон работе, дана комиссионно в ходе приемки учреждений спорта Новополоцка. Спортивные залы, бассейны или катетические манежи, раздевалки. В поле зрения инфраструктура спортивных школ. Специально созданной комиссией дана оценка готовности всех шести спортивных учреждений, которые находятся в ведомстве Новополоцкого госполкома. В нынешнем году лишь с текущими ремонтами не обошлось. В основе мероприятия направлены на безопасность спортсменов. Например, в спорткомплексе «Атлант» установили систему видеонаблюдения. К новому учебному году, конечно, мы делали благоустройство территории, текущий ремонт здания, окрашенные полы, стены в залах. Ну и самый главный вопрос мы решили в том плане, что мы установили видеонаблюдение. Установили три камеры. Одна на стадионе «Атлант», вторая выходит на вход и выход со спорткомплекса, и третья камера установлена в гардеробе, чтобы исключить хищение. Помимо ремонта, частично закуплено новое оборудование, тренажеры и спортинвентарь. Всего на подготовку спортивных учреждений в этом году из городского бюджета было выделено более 17 тысяч белорусских рублей. Кроме этого, освоены средства вне бюджета – 157,5 тысяч рублей, а также спонсорская помощь в размере 12 тысяч рублей. Традиционно в преддверии нового учебного года мы проезжаем все спортивные школы и смотрим ту базу, которая создана, которую мы совершенствуем. Все довольно-таки активно летом занимались этой работой. Школы все подготовлены, готовы к новому учебному году. Больших замечаний у комиссии нет. Если есть, то мелкие какие-то, которые тут же устраняются либо в ходе нашей проверки, либо в течение двух-трех дней. По итогам проверки можно смело сказать, что спортивные школы Новополоцка готовы к учебному году, а значит впереди продуктивные тренировки и покорение новых спортивных олимпов. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Работа детских школ искусств Новополоцка на повестке дня выездного заседания Президиума Новополоцкого городского совета депутатов. Здесь озвучены проблемные аспекты, в решении которых необходимо содействие депутатского корпуса. В ходе выездного заседания депутатский корпус Новополоцка знакомится с функционированием детской художественной школы имени Ивана Хруцкого и детской школы искусств номер один. Для гостей руководители школы организовали небольшие экскурсии. Всего где-то более 400 учащихся обучаются в детской художественной школе. Конечно же, художественное образование в нашем городе с каждым годом набирает популярность. И с каждым годом все больше и больше становится более востребованное. Дети идут с огромным удовольствием, и родители тоже с огромным удовольствием идут и поступают, и хотят учиться в художественной школе. Конечно, по итогу окончания художественной школы дети получают дополнительное художественное образование. Об успехах и достижениях учащихся, об особенностях обучения материально-технической базе, об условиях, в которых обучаются искусство, юные новополчания и не только. Депутатам на практике удалось узнать уникальную технику нанесения красок – монотепия. Они с удовольствием включились в процесс. Бабочка, видите? Неужели вы не видите? Бабочка запуталась. Очень яркая. Видите? Солнце. Солнце. Кругом солнце. От сегодняшнего посещения художественной школы настроение радостное, светлое. И арт-терапевт, мне кажется, дает силы и какие-то творческие порывы в любой деятельности. Поэтому это только в радость, это в счастье. Спасибо большое за то, что нас учат. Это отвлекает, это разгружает. Это релакс. Очень хорошо работают педагогические коллективы этой школы со спонсорами, с родительской общественностью, с попечительскими советами. Ну и, конечно, эти деньги бюджетные, которые выделяются, они экономно, рационально расходуются. Конечно, мы видим, что есть ряд направлений, которые надо нам улучшать. Вместе с тем, в работе школы искусств Новополоска немало и проблемных вопросов. Они были озвучены депутатам. Это приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств номер один, а также отсутствие горячего водоснабжения и течь кровли в детской художественной школе имени Иванова Мечах-Рудского. Эти и другие вопросы, которые требуют содействия, в их решении депутаты взяли на контроль. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ. Новополоска Непроизводственная сфера В номинации производственной сферы с численностью от 100 до 500 человек первое место по городу заняло предприятие ЛК «Нафтан». И в номинации производственной сферы с численностью свыше 500 человек первое место заняло предприятие нашей НЗМ. Уже на уровне Витебской области для выявления лучшего предприятия в вопросе охраны труда конкурсантов сравнивали более чем по десятку показателям. В категории предприятий численностью до 100 человек лучшей в области признана работа новополоцкого предприятия «СГТранс», которое занимается транспортно-экспедиционными услугами по вывозу газовой продукции с нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси и не только. Это опасный производственный объект и обслуживание его требует значительно сил, знаний, навыков и безопасности в первую очередь. И на предприятии у нас осуществляется контроль за обеспечением охраны труда и законодательства специалистами, руководителями структурных подразделений в рамках их должностных обязанностей. Ежегодные медицинские осмотры, обучение работников, проверка знаний, создание условий для безопасного выполнения работ, соблюдение порядка труда и отдыха, обустройство комнат приема пищи – это лишь малая часть того, что позволяет делать труд безопасным, а соответственно и более продуктивным. А вот и еще один призер областного конкурса – открытое акционерное общество «Нефтезавод Монтаж». В категории свыше 500 работников занимает третье место. Здесь, конечно, надо сказать спасибо нашему трудовому коллективу, поскольку это весь результат работы, все зависит от каждого работника. Здесь важно выполнение плановых мероприятий, которые запланированы, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. В прошлом, в 2018 году, мы для себя установили планку по расходованию средств по охране труда на одного работающего в размере 20 базовых величин. То есть в этом году, по итогам первого полугодия, эту планку мы стараемся выдерживать, она выдерживается. Это тоже одна из тех приоритетных задач, которые необходимо выполнять. И это еще не все достижения Новополоцка в области охраны труда. Впервые в нынешнем году состоялся конкурс среди регионов на лучшее информационное обеспечение вопросов охраны труда. Новополоцку удалось занять лидирующую позицию. Город Новополоцк занял первое место по наибольшему количеству баллов, набранных по перечню критериев. Большую роль в этом сыграло наше сотрудничество с журналом охраны труда. Также то, что мы проводим много семинаров по данной тематике. И в этом году у нас был проведен международный семинар по охране труда. Улучшение условий труда в основе реализации подпрограммы охраны труда, государственной программы социальной защиты и занятость населения. В целом, в Витебской области на улучшение условий труда на рабочих местах только за первое полугодие 2019 года направлено более 10 миллионов белорусских рублей. Средства предусмотрены для модернизации и реконструкции санитарно-бытовых помещений, помещения для приема пищи, закупку средств индивидуальной защиты, информирования трудящихся о нормах безопасности на рабочем месте. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Артем Табаков, Вектор ТВ Случаев пожаров с участием детей в городе не зафиксировано. В Новополоцке подводят итоги республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». В течение трех месяцев сотрудники МЧС обучали юных новополочан правилам безопасного поведения. На протяжении трехлетних месяцев спасатели активно вели работу с детьми по предупреждению чрезвычайных происшествий. Ведь именно в период каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детских игр. Основная цель акции – обучить детей правилам безопасности, чтобы школьные каникулы оставили лишь приятные впечатления. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» проходит в городе Новополоцке на протяжении трех месяцев. За это время спасатели посетили все пришкольные лагеря, которые действовали в июне. Мы посетили четыре смены детского оздоровительного лагеря «Комета», работаем в детских дошкольных учреждениях, в местах с массовым пребыванием. Завершающим этапом акции стали соревнования «Юные спасатели». Ребята участвовали в конкурсах, эстафетах и викторинах, спортивных состязаниях. В период проведения акции спасатели рассказывали и учили ребятам основам безопасности жизнедеятельности. Мы рассказывали об опасности использования и шалости с огнем, говорили о газовой безопасности и электробезопасности. Также в этот период мы проводили мероприятия по обучению детей правилам купания, то есть правилам поведения на воде. На сегодняшний день в городе Новополоцке случаев пожаров с участием детей не зафиксировано. В целом по республике за истекший период 2019 года по причине детской шалости с огнем произошло 56 пожаров. На данный момент в этом году на пожарах в Беларуси погиб один ребенок. За аналогичный период прошлого года – семь детей. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ. Немного спортивных новостей уже меньше недели остается до начала чемпионата Беларуси по хоккею. В преддверии нового сезона экстралиги в контрольном матче «Химик» встретился с Могилевым. Об итогах игры расскажет Глеб Прокофьев. Уже в первом периоде «Химик» начинает результативную игру. Никита Ермачков и Виктор Гавриленко поражают ворота соперника. Во второй 20-минутке Могилеву удалось забросить пару шайб. «Химик» тоже смог отличиться. В завершающем периоде удача на стороне новополоцкой команды. «Химику» удалось забросить еще три безответные шайбы. По окончании основного времени игры на табло счет 2-6 в пользу новополоцких хоккеистов. Овертайм оказался безголевым, а серия булитов завершилась со счетом 3-2 в пользу «Химика». Напомню, что в первом матче экстралиги нового сезона чемпионата Беларуси «Химик» встретится с юниорской сборной 27 августа на «Домашнем льду». Таковы новости на сегодня. Я лишь напомню, что наши программы доступны на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Также следите за событиями городской жизни в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго! По прогнозам синоптиков, в пятницу 23 августа в Новополоцке ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов выше нуля, днем около 22 градусов тепла. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.